Быть там и так далее. Нашему проекту суждено бурно развиваться и затрагивать все сферы жизни современного человечества, всех стран и всей планеты. Это такая небольшая запевочка, так скажем. А теперь давайте пройдем, пожалуйста, опросник, который раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, потому что данный вебинар в первую очередь ориентирован на новичков. И, признаюсь честно, у нас в Skyway Capital сейчас пока что недостаточно эффективно, не максимально эффективно отстроена система рассылок, но в ближайшее время сейчас это все будет модернизировано, чтобы люди, которые регистрируются в нашем проекте, только регистрируются. Соответственно, получали рассылку и приглашение посетить вводные технико-экономические вебинары, затем они будут отправляться уже при необходимости и желании прослушать информацию на расширенный и углубленный технический вебинар, который, скорее всего, будет Владислав Плоков проводить. И, собственно, далее попадать уже в тот поток событий, поток новостей, поток технических ноу-хау, которые, естественно, не будут раскрываться, но суть их можно будет понять на уже следующих вебинарах. И, дорогие друзья, новички, если кто-то присутствует из новых слушателей, кто только узнал недавно о проекте Skyway, то поставьте, пожалуйста, циферку 1 либо плюсик, чтобы понимать, что у нас сегодня все-таки присутствуют новички, поставьте в чате 0, 1 либо плюс, чтобы понимать и осознавать, каким образом вообще строить вебинар. Вот, собственно, один человек присутствует. Я больше, чем уверен, что присутствует больше, чем один человек. И поэтому опросник я по традиции сверну и, собственно, приступлю непосредственно к технико-экономическому вводному вебинару. Ну, те, кто слушал, еще раз послушают, потому что фактически мы стараемся говорить одно и то же, но максимально эффективными словами и максимально возрастая над своими возможностями, над своими способностями, четко, доходчиво, кратко, емко, лаконично доносить информацию, первичную информацию о проекте Skyway. И если говорить про те причины, почему, допустим, я стал участвовать в этом проекте, в 2014 году я планировал уходить вообще из всего, что связано с сетевым построением и так далее, с организацией многоуровневого маркетинга. Потому что у меня просто пропала, на самом деле, вера в подобные проекты, и я учился сетевому построению не для того, чтобы развивать какие-то интернет-проекты, сомнительного, сомнительного не то, что даже качества, они качественные были, но сомнительной продолжительности и сомнительной положительной, именно положительного эффекта для тех людей, которые подо мной уже заходили в те или иные проекты. Ну и я, собственно, под кем-то также заходил. Мне это надоело искренне, и, собственно, вот на пути попался проект Skyway в 2014 году. То есть я не в числе первых десяти, допустим, вошел, но в числе первой сотни, первых 50-60 людей точно могу себя считать и не жалею ни на день, потому что это действительно проект всей моей жизни, и я горд, что я участвую сегодня в проекте Skyway. Я думаю, что и все люди, кто активно развивает проект Skyway, мы все в первую очередь горды, что мы являемся соучастниками столь масштабного проекта и столь народного проекта, и что действительно сегодня именно народное финансирование может оказывать огромное содействие развитию этого проекта. И никто иной, как все мы с вами, сегодня строим экотехнопарк и создаем ту индустрию, которой нуждается 99% населения земного шара. И это не зависит от того, на какую сумму инвестиций вы входите, потому что проект Skyway принесет свои плоды абсолютно для любого человека, который в нем участвует. Даже те, кто просто регистрируется, и на сегодняшний день есть специальный опцион, заранее продуманный, для тех, кто просто проявляет интерес к проекту, это 100 единиц, то есть минимальный пакет обязательств международной группы компаний Skyway, которые в будущем обязательно превратятся уже в реальные акции, в ценные акции, я бы сказал. Можно уже через, допустим, некоторое время говорить уже о том, что гиперценны с уверенностью, потому что сказать можно много что, и я прекрасно как бы видел, как некоторые коллеги показывают тысячи процентов и так далее, но не стоит людей сюда заводить на жадность, на какое-то желание сверхприбыли, сиюминутной, потому что у нас нет детский сад и, собственно, у нас венчурный серьезный проект, который постепенно развивается. Вот уже более двух с половиной лет те люди, которые присоединились в самом начале, фактически уже к трём приближается. Я думаю, что эту дату даже можно будет в Минске на демонстрации немножечко так отметить, потому что это действительно очень серьезная веха для тех, кто развивает проект Skyway, независимо от того, когда вы присоединились. Если вы присоединились позавчера, всё равно вы присоединились вовремя, потому что финансирование еще продолжается, корневой компанией, и возможность финансирования еще открыта. Это огромная ценность, дамы и господа, и когда эта ценность, возможность, которая бывает раз в сто лет, исчезнет, каждый, кто не использовал эту возможность, не услышал, недопонял, засомневался, он это вспомнит, и, собственно, уже будет поздно. И сегодня все мы с вами осознаем, что многие процессы происходят фактически мгновенно в нашей жизни, и я всегда приводил пример по личному опыту, что я боялся, да, я искренне могу сказать, что я боялся более пяти лет назад совершать электронные денежные переводы. Только, пожалуйста, об этом никому не говорите, но я, как дитя уже пятого технологического уклада, боялся этой инновации. И, скорее всего, если недостаточное обоснование было бы именно необходимости этого, я бы этого и не стал делать. И каким образом можно оценить вообще венчурность проекта и рисковость? Если вы понимаете и осознаете, что этот проект необходим для множества людей, несмотря на то, что это венчурный рисковый проект, можно привести с жильем, который строится, и на стадии закладки не то, что даже фундамента, не то, что даже армирования, а именно на стадии технической документации проекта здания, в котором будут жить люди, соответственно, оно уже потенциально положительно оценивается, ввиду того, что оно будет все равно построено, и оно будет приносить благо тем людям, которые в нем будут проживать. Поэтому мы все понимаем то благо, которое будет нести в себе струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Мы все понимаем, что та инфраструктура, которую осознают на сегодняшний день уже сильный мир, а сего как в России, так и и за пределами, и об этом мы более подробно пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре, есть понимание, что сегодня уже не фактически в воздухе где-то витает идея транспорта второго уровня, она вот уже перед нами с вами, потому что это необходимо очень серьезно и очень сильно, потому что многие месторождения просто не освоить, и пример тому наши партнеры с Австралией, потому что находятся древние захоронения, потому что нельзя по правилам, допустим, строить на первом уровне в определенных регионах. В условиях вечной мерзлоты вообще фактически невозможно построить железную дорогу, потому что она будет не дееспособна к функционированию в условиях вечной мерзлоты в Российской Федерации. Поэтому северный широтный ход сегодня еще не так серьезно задействован, но как раз-таки технология Skyway в условиях проведения первых пилотных испытаний в условиях вечной мерзлоты покажет, что да, помимо того, что в пустыне, в болоте, неважно где, возможен к строительству проект Skyway и, соответственно, будущее мировое, транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, социальное. И я добавлю слово, пускай это в наше, так скажем, утверждение, каким будет сеть ближайшего будущего, финансовая, добавим такое слово, понятие, и я обоснуют свое видение, почему именно и финансовые аспекты, также сеть Transnet повлияет. И это будет следующей сетью за интернет, это будет то, что логично в виде прогресса должно появиться, и то, что на сегодняшний день все мы с вами ожидаем. Как невербально мы ожидали появления интернет за появлением компьютера, то есть должна была появиться какая-то сеть, которая свяжет между собой через провода, через кабели сотни вначале, а потом миллионы, десятки и сотни миллионов компьютеров по всей земле, и более того, через оптоволоконные сети, через Wi-Fi, и сегодня есть уже концепция, как охватить весь земной шар Wi-Fi, действительно, совершать многие процессы фактически мгновенно. Вы видите, если у вас стабильный интернет, если у меня стабильный интернет, без перебойной передачи сигнала, как видео, так и аудиосигнала, находясь в этой вебинарной комнате. Раньше это невозможно было представить, раньше невозможно было представить, что мы будем общаться, перемещаясь, например, в автомобиле, где-то вдали от города, и общаясь с человеком, который находится в другой стране, и общаясь с человеком вообще, который где-то плывет на корабле, и, соответственно, эти три человека объединяются в информационном пространстве, и передача сигналов фактически происходит мгновенно. Это значительно ускорило развитие бизнеса и все бизнес-процессы, и мир сегодня жаждет, также жаждет, как загрязненные мегаполисы, жаждут вздохнуть широко грудью, именно вдохнуть в чистый воздух. Это Токио, это Нью-Йорк, это Челябинск, мой родной город, и, собственно, действительно освободиться от вредного пагубного производства, и SkyWay, это как раз-таки то недостающее звено в экогенной инфраструктуре. То есть, что такое экогенная? Это не техногенная, не разрушающая через технологию экологию, и, собственно, несколько, можно сказать, разлагающую цивилизацию, но восстанавливающую экологию и передающую это из поколения в поколение. И, естественно, все мы желаем перемещаться без пробок, без каких-либо сложностей перемещения, долгих пересадок и так далее, что мы наблюдаем при перелетах. И я, допустим, очень часто летаю, и, собственно, всегда, когда летаем с коллегами, у нас один вопрос всплывает, и мы знаем самый интересный на него ответ, а какой продолжительности будет пересадка в нашем транспорте. А фактически продолжительности-то и не будет никакой, потому что у вас будет фактически в смартфоне программа, заложенная маршрут расписания. Вы придете, когда буквально через некоторое время подойдет ваш подвижной состав, и вы спокойно сядете, и, собственно, чемоданы и так далее. Также это все будет предусмотрено, если вы пожелаете взять с собой. Не будет никаких таких вот ограничений, как на авиатранспорте, потому что из-за чего ограничения? Из-за того, что тратится больше топлива. Здесь, соответственно, находясь на втором уровне, аэродинамика увеличивается в 2,5 раза, и даже она лучше, чем у спортивного самолета. Но струнный транспорт, дорогие друзья, начинался не сразу, и более того, он начался более масштабного инфраструктурного решения, которое обязательно мы увидим при нашей с вами жизни, на этом веку, так скажем. И это одна из целей моей личной помочь Анатолию Эдуардовичу через построение связей с общественностью в сети. Я не знаю, какая будет уже юридическая форма на тот момент, но искренне верю и надеюсь, что Анатолий Эдуардович позволит развивать это направление тоже в сети, потому что огромный потенциал именно в охвате большого количества масс заключается именно в развитии общепланетарного транспортного средства. И как раз таки с общепланетарного транспортного средства все началось. Все началось от великого к малому, к относительно малому, естественно. Это струнный транспорт. Я бы не сказал, что это малое, для кого-то это кажется фантастикой, но взгляните на эти слайды, на специальной эстакаде размещается по длине всего экватора, то есть 40 тысяч километров, очень массивное сооружение, но которое было оптимизировано, максимально оптимизировано, и сейчас до сих пор так же, как факультатив в научно-производственном конструкторском предприятии, которое было сформировано в августе 2014 года, и первым, единственным и самым главным сотрудником ЗАО «Струнные технологии», естественно, был и есть Анатолий Эдуардович Юницкий. Потом было сформировано, и никто в это не верил, именно из оппонентов, те, кто присоединился, искренне надеялись, но до конца не были уверены, потому что была тень сомнения, каким образом собрать более 150 людей для занятия с той сложной индустрией, и, естественно, даже под руководством такого гениального предводителя, технического гения, инженера, изобретателя Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но Анатолию Эдуардовичу удалось собрать коллектив. Я помню даже тот момент, когда были определенные привилегии и подарочные, так скажем, опцион, акции тем людям, которые поспособствуют именно пополнению персонала, ныне действующего ЗАО «Струнные технологии», потому что всеми способами были попытки набрать именно нужных людей. И сегодня работают чуть больше 150 людей и совершают те процессы, которые обычно в корпорациях совершают тысячи людей. И вот то, что вы видите на слайде, это как раз-таки произойдет, на мой взгляд, через 20 лет где-то. Это общепланетарное транспортное средство. На эстакаде будут закреплены специальные капсулы, и, собственно, производительность общепланетного транспортного средства будет десятки миллионов тонн за один рейс. Возможно, будет поднять в виде пассажиров, грузов. И, собственно, чтобы этот потенциал оценить в виде ракеты, ракеты нужно было тогда запускать еще тысячи и много тысяч лет назад, чтобы справиться с таким потенциалом. И Анатолий Эдуардович Веницкий еще в 70-х годах в 1988 году сравнил ракету с тележкой, с повозкой, с лошадиной, потому что примерно такое же количество груза может поднять ракета. То есть это десятки тысяч тонн в год. И, собственно, это та производительность, которая не покроет потенциальные возможности, что сформулировал Анатолий Эдуардович в 1988 году на конференции по неракетной индустриализации космоса. Это вывод промышленности в открытый космос. Дорогие друзья, это о чем заговорили? И, собственно, не то, что заговорили, а подтвердили, утвердили, задекларировали. В прошлом году, в 2015 году, мы с Виктором также переписывались с Бабуриным, общались, пришло ли время вообще участвовать в таких конференциях. На тот момент еще было сомнение, но уже на следующих подобных событиях мы обязательно будем участвовать. Это конвенция по изменению климата, Парижское соглашение в 2015 году. Более 140 стран объединились в одном, чтобы сократить пагубное воздействие на экологию. Я могу привести такой простой пример. Примерно на 7 мм повышается уровень Мирового океана, то есть в общем зачете за год. И представьте, если воздействия парниковых эффектов и так далее не прекратят свое пагубное влияние на нашу экологию, то мы можем прийти к тому, от чего погибли, не повысить этого слова, динозавры и так далее. То есть техногенная сфера породит свои катастрофы, которые Анатолий Эдуардович осознавал еще в 70-х годах. И в чем заключается принцип действия общепланетарного транспортного средства? Чтобы было просто понимание, картинка, которую вы спроецируете на будущее, и чем больше людей будет об этом задумываться, по законам квантовой физики, подсознание, как хотите, так и понимаете. Но это работает, собственно, и если максимум людей это задумали, это обязательно воплотится. Смысл заключается в том, что кольцо вокруг Земли, расположенное по длине экватора, расширяется, а расширяется и поднимается она за счет действия центробежных сил, которая, соответственно, возникает за счет раскрутки ротора линейного электродвигателя, то есть маховика ротора линейного электродвигателя, который вы видите, соответственно, конструкцию справа вверху. И за счет этого происходит поднятие, как вы видите на картинке, очень серьезной конструкции, то есть более того, напитывать нужно будет энергии буквально несколько месяцев, и не то, что там раз в неделю будет происходить рейс. И я думаю, что полет, я верю, я вижу, действительно, я могу сказать честно, я искренне надеюсь, и во снах это уже видел, что полетело общепланетарное транспортное средство, произошло расширение максимум на 5%, то есть на 5% произошло расширение и подвисло за счет равновешивания центра масс Земли в одной точке. И, соответственно, вот такая конструкция будет создана, и, собственно, только в наших силах сегодня дать толчок этому развитию. И как раз таки струнный транспорт появился в виде оптимизации эстакады общепланетарного транспортного средства. Чуть позже мы обязательно будем вставлять, я думаю, вводные технико-экономические вебинары, специальные ролики, которые вы можете увидеть в замечательном короткометражном короткометражном «Небесные дороги» Ивеницкого. И это тот фильм, который, дорогие друзья, следует посмотреть каждому, кто так или иначе заинтересован в развитии проекта Skyway и желает понять вообще, какова история, какие задачи и что нас ждет в будущем вообще в проекте Skyway. Обязательно посмотрите. То есть, вот ссылочку я сбросил. В 2000-х годах произошло то, что было ожидаемо, но то, что произошло, значительно ускорило развитие проекта. Это первое серьезное финансирование из личного губернаторского фонда Лебедя Александра Ивановича и создание опытного тестового участка полигона. Почему полигона? Потому что претерпел такие вот серьезные боевые действия, я бы сказал. И с 2001 по 2009 год этот тестовый участок действительно существовал. Там были различные испытания. Зил, уходящий в небо, так мы его называем, вот сверху, слева видите, он был в научно-исследовательской подвижной лаборатории. Специально намораживали более 7 миллиметров, соответственно наледи на путевую структуру, чтобы соответственно показать, что не миллиметров, а более естественно, чтобы показать, что стальные колеса при перемещении сталь по стали могут разрубить буквально моментально, беспрепятственно данную налить и далее продолжать абсолютно оптимально движение. Более того, я могу сказать, что одна из опор стояла уже в болотистой местности, за территорией, вот именно всех, за территорией именно в равнинной местности, где находились все опоры. И вы можете всю эту историю прочитать в книге Анатолия Боровского и Юницкого «На небесные дороги», и там очень четко описаны те потенциальные и адресные проекты, и сквозь какие огонь, воду и медные трубы прошел проект, чтобы дойти на ту стадию, на которой сегодня мы с вами находимся. В 2009 году была проведена презентация на Госсовете России по инновациям в транспорте, и Дмитрий Анатольевич Медведев высказал свою позицию, можете найти в YouTube «Скайвей», «Медведев», как угодно, либо госсоветской вы, посмотрите, послушайте, потому что это было одним из наших таких вот серьезных материалов при начале продвижения технологии, когда не было еще тех материалов, которые мы на сегодняшний день имеем, дамы и господа, это раздел «Медиа», и обязательно посмотрите и передавайте тем людям, кто сомневается, раздел тех СМИ, которые уже о нас написали, то есть уже буквально в несколько кликов не пролеснешь, потому что столь много написано уже в СМИ о нас, уже во всю трубит австралийский проект, и, к сожалению, в 2009 году полигон Московской области был разрушен, но на тот момент к сожалению, но для нас сегодня, можно сказать, к счастью, и вообще для всего проекта все, что не делается, то к лучшему, потому что тогда произошло испытание второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, и тогда пришло понимание, что не через сильных мира сего на ранней стадии произойдет развитие и толчок к бурному росту проекта, а именно через народное финансирование, именно от человека к человеку, именно через голосование, так скажем, рублем за то, что я желаю, это вот каждый из людей, которые присоединялись, до сих пор присоединяются, голосуют и показывают свое желание именно в виде инвестиций, и сегодня люди, те, кто присоединяются к проекту Skyway еще до закрытия возможности финансирования в корневую технологию, они участвуют в таких проектах, которые на сегодняшний день есть в ход только с самым крупным инвестором, это ограниченная подписка, обычно венчурные серьезные проекты, серьезная прибыль, а как говорит наш гуру, мастер и практик, финансовой грамотности Виктор Тарасов, соответственно, все, что не больше, все, что более 20% доходности в год, то это уже достаточно хорошая прибыль, если говорить о сотнях процентов, то это сверхприбыль, на мой взгляд, я прогнозировать ничего не могу и не имею права, но как раз таки у нас будет сверхприбыль, сколько это будет процентов, я предположить не имею права и не знаю, потому что это покажет только рынок, после демонстрации, далее сертификации, технологии Skyway, демонстрация пройдет уже осенью 2016 года, то есть октябрь, ноябрь, максимум конец ноября произойдет, то что мы все с вами ожидаем, мы увидим городской пассажирский транспорт уже в действии, и транспорт легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный, наши юрки, бойки, мускулистые юнибайки поедут и покажут всему миру, какой может быть русская технология, какой может быть белорусская технология инженера-изобретателя Анатолия Эдуардовича Юницкого, которую во времена СССР отвергали со струнным транспортом, недопонимали, и только народное финансирование сейчас развивает, и как апогей у нас будет высокоскоростной транспорт, предшествовать которому будет также грузовой транспорт, и на расширенном технико-экономическом вебинаре я буквально вскользь скоснусь о тех проектах, которые буквально вот сегодня начали зарождаться, но о которых мы уже давно говорили и проводили не один вебинар по этому направлению. Что интересует людей при вхождении в проект? Они желают перемещаться абсолютно безопасно, чтобы был доступен этот вид транспорта абсолютно любому человеку, независимо от типа сословия, вероисповедания, цвета кожи и так далее, размеры зарплаты. То есть транспорт должен приходить к тому, что как интернет сегодня, то есть он фактически доступен каждому. То есть если человек без определенного места жительства, имеет точку сигнала, какую-то допустим возможность просто зайти в кафе и воспользоваться интернетом, он это может сделать. И к такой логике по нашему мнению должен прийти современный транспорт ближайшего будущего. это фактически бесплатное перемещение пассажиров и заработок будет происходить за счет дополнительных сервисов. Аналогии я приведу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Это будет абсолютно безопасный транспорт, который сможет даже выдерживать и серьезную нависшую угрозу над всем миром или глобального терроризма. Это будет комфортное перемещение, это будет долговечная путевая структура, чего не скажешь о российских дорогах, которые ремонтируются буквально каждый сезон. Естественно, это индустрия. Естественно, и у меня, дорогие друзья, были вопросы, о каким образом нам вообще позволят это сделать и почему Антолию Эдуардовичу действительно суждено это воплотить в жизнь, несмотря на то, что это конфликтует и конфликтует с многими сегодняшними корпорациями. Да потому что, дорогие друзья, время пришло, пришло время сменить транспортную индустрию и даже РЖД, написав в Вестнике РЖД партнер, говорили о струнном транспорте, сегодня также говорят о Hyperloop, об этом я расскажу подробнее на расширенном технико-экономическом вебинаре, и никто не может создать на сегодняшний день самоокупаемый прибыльный транспорт, ресурсы на емких минимальных понятиях затратам энергии, топлива и материалов, абсолютно инновационный, но самое главное, лежащий в логике развития в гармонии с планетой, потому что Целковский назвал нашу планету колыбелью цивилизации, и каким образом можно загрязнять, я бы сказал, грубее, потому что так и происходит, наши колыбель, и, соответственно, оставлять все эти продукты жизнедеятельности современной технократичной индустрии именно в нашей колыбели. Мы тут должны жить, мы тут должны создавать будущее поколение и заботиться о будущем наших именно следующих поколений. И в сегодняшней ситуации очень сложно рассчитывать на здоровые поколения, именно задыхаясь в смоги в современных мегаполисах, проживая в этих бетонных коробках, каменных джунглях, которые представляют собой многие российские города, европейские города, они, конечно, несколько другие, но транспортные проблемы у всех одни и те же, и мир осознает и понимает, что должно произойти что-то, как ранее появился первый компьютер, как ранее произошла первая передача цифрового сигнала, и, соответственно, должен смениться технологический уклад, те корпорации, которые пятый технологический уклад появления ознаменовали, я могу сказать, что очень серьезно получили капитализацию те компании, которые осуществили уже и выход на IPO, и так далее, и, собственно, это миллиардная капитализация, это более 9 сотен, 50 миллиардов капитализации Apple, примерно 3-4 триллиона оценивают в последующие года капитализацию Amazon.com, дорогие друзья, что-то подсказывает, что у нас будет капитализация еще более серьезная, а теперь сами посчитайте в голове, какую ценность несет ваша инвестиция сегодня в абсолютно технологичную корпорацию, и нет никаких технических рисков, об этом гласит и заключение Министерства транспорта, а именно экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, когда 11 февраля 2016 года, вот буквально недавно нас обрадовали события о признании инновационной технологии Skyway, 25 марта на рабочем заседании уже также признали нас перспективными и рекомендованными к последующим рассмотрениям уже после демонстрации осенью и соответственно об этом также я расскажу более подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Также 20-23 никто не заявлялся из представителей Зала струнной технологии на эту выставку, просто пришло письмо и что действительно ЗАО струнной технологии приглашает на выставку, на крупнейшую международную мировую, я бы сказал, выставку Инотранс 20-23 сентября, там будет выставлено два наших стенда, хотя планировался только один изначально фьючер мобилити парк и там мы пообщаемся с нашими коллегами по цеху транспортом второго уровня Hyperloop, кто-то называет конкурентами, а на самом деле технология Skyway она не то, что бесконкурентная, она над политикой, над экономикой и это совершенно иной вид транспорта, который подразумевает даже под собой развитие Hyperloop. И что я могу сказать, дамы и господа, вот те технологические моменты, которые заложил Анатолий Эдуардович Ницкий в ту технологию, которая сейчас развивается, подвижные составы многого стоят, так скажем, потому что вынос всей индустрии транспорта на 10-15 и выше метров на земле, это сразу увеличение аэродинамики более чем 2,5 раза, то есть примерно 0,035 возможен максимально, кто-то говорит 0,03 возможно при идеальной форме капли, и вы видите высокоскоростной состав, он как раз таки в форме идеальной капли фактически, и недавние испытания показали еще более серьезные коэффициент аэродинамического сопротивления чем 0,065 и соответственно мы можем сказать, что это значительно лучше, не стоит уж говорить про спортивные болиды и так далее, Бугатти Верон, это более серьезно, чем среднемагистральная авиация, чем спортивные военные самолеты, и соответственно за счет аэродинамики происходит значительная экономия топлива, энергии, преэксплуатации, я не буду вдаваться в технические подробности, характеристики, вы можете почитать их в той презентации, которую с фурором буквально представил Анатолий Эдуард Чуницкий экспертному совету при Министерстве транспорта Российской Федерации, и там все технические нюансы как раз таки даны, и собственно для тех, кто захочет от спикера также послушать именно технические нюансы, в скором времени мы ведем презентацию углубленную техническую примерно на час. И вот, пожалуйста, я сбрасываю основные материалы, то есть не просто, конечно, сразу и сбрасывать материалы, и вещать, но, как говорится, нужно делать и это. И значительная экономия топлива в чем выливается в количественном соотношении, допустим, если это киловатты, если это расход топлива на 100 километров, к примеру, 3-5 литров будет расходовать 50 местный, более чем 50 мест подвижной состав, типа юнибус, городской пассажирский транспорт, если в переводе на электроэнергию примерно 20 киловатт, думайтесь в это, 20 киловатт, если это будет высокоскоростной подвижной состав, то уже будет 50 киловатт, ну и пускай соответственно чуть больше, чем малолитражка на сегодняшний день автомобиль будет использовать высокоскоростной состав, но это ни в какие рамки сравнения не входит с современным транспортным средством, которое мы на сегодняшний день с вами используем. Почему путевая структура называется струной? Потому что она предварительно напряженная, растянутая, закрепленная и статически неопределимая, закреплена на концах анкерных опор, то есть идет заанкерение с помощью специальных механизмов и устройств. Абсолютно легкая, ажурная, идеально ровная поверхность будет открываться нашему взору и не заграждать прекрасный лик неба, и поэтому в том числе называется небесные дороги и Skyway, то есть неспроста даже в названии заложена сама технология. Но все, что я говорю, это замечательно, дамы и господа, можно говорить про технологические уклады, про длинные короткие волны Кондратьева, про то, что мы породим шестой технологический уклад, и что плавно перейдем даже на седьмой технологический уклад, но все это не имело бы никакого обоснования, если бы не велось строительство. Вот посмотрите, что происходило в августе, это закладка капсулы времени, и собственно в октябре уже видите фундамент и забетонирован именно вот нулевой этаж, так скажем, анкерные опоры первые, также произошла посадка деревьев, которые сейчас уже цветут и развиваются, так скажем, в ногу со временем с тем строительством, которое мы видим, которое на расширенном технико-экономическом вебинаре, буквально фоном не опущу, и также сделаем опросник, насколько вам интересно, когда ведется вещание, и для новичков, я думаю, очень сильным аргументом будет то, что показывается от и до процесса строительства, то есть это мы проголосуем. Произошло испытание, испытание моделей 1 к 10, юнибусы, подвесные, навесные, и то, что произошло буквально, чем через 5 месяцев строительство еще зимой, это говорит о многом, о силе научно-производственного конструкторского предприятия, силе интеллектуальной и организаторской способности и мысли зао-струнные технологии. Фактически были установлены 19 промежуточных опор, 19 стальная, видите, декабрь, февраль, январь, насколько быстро и стремительно шло развитие строительства. В апреле уже фактически была достроена анкерная опора, установлено струнное интеллектуальное ограждение также и соответственно далее уже в мае началось параллельное строительство легкой трассы, установка временных передвижных фундаментных оснований будущих промежуточных опор легкой трассы, сегодня они уже установлены, об этом мы также пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре и началось также в мае строительство второй анкерной опоры, которая будет на себя принимать нагрузку от городской пассажирской высокоскоростной трассы, то есть сверху будет на третьем этаже уже выходить высокоскоростной состав и далее будет продлена трасса уже в 2017 году больше чем на километр и соответственно городской пассажирский будет уже на нижних уровнях также естественно спроектирована лестница, чтобы попасть на все уровни на самом нижнем на первом этаже будет музей Skyway ну видите уже в июне происходит строительство второй анкерной опоры и также недавно произошло у нас посещение австралийской делегации Ротхук даже любезно изъявил самостоятельное желание это очень ценное вообще решение посадить символично так вот деревце в экотехнопарке елочку и никто не просил так же как мы не просили собственно на выставку и на транс просто человек пожелал это сделать а если говорить про то каким образом развивалась история взаимоотношения с Ротхуком то в 2015 году в начале 2015 года соответственно зимой произошло знакомство такое плотное с проектом через общение с рядом еще до глав ЗАО струнные технологии с Людмилой Хьюз также связывались с Сибиряком Сергеем Анатольевичем со мной и далее все мы это постепенно плавно передали естественно головной компании потому что кто если не Анатолий Эдуардович может принимать такие решения на сегодняшний день Ротхук это серьезный наш союзник сподвижник и он понимает что это возможность которая бывает раз в то лет создание глобальной транспортной инфраструктуры нового поколения в Австралии а что касается нас с вами это для нас возможность раз в то лет который не будет у ваших детей но у них будет немножко другая будем надеяться на это искренне возможность именно финансирования общепланетного транспортного средства о котором я вскользь говорил я думаю что на расширенном технико-экономическом вебинаре мы обязательно становимся и более подробно и соответственно этого не было у ваших родителей потому что только тогда зарождался интернет и никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологический уклад и то что происходит сейчас в сотрудничестве с родом хуком то что даже Жириновский Владимир Вольфович в своих выступлениях на центральном телевидении говорил говорит о том что в струнные технологиям в России быть и время действительно пришло нам осталось произвести демонстрацию и даже Гришин Сергей Анатольевич это ныне президент Новотранс и бывший замминистра транспортных путей сообщения и очень такая интересная вообще история с замами и секс-министрами происходит об этом также я поведаю на расширенном технико-экономическом вебинаре о новостях которые буквально появились после дневного вебинара потому что что ни день что ни час то в SkyWay новости сугубо положительные и те кто проявит интерес просто зарегистрируются в проекте и я рекомендую максимально людям давать возможность и оповестить их и проинформировать что такой проект существует потому что данный опцион именно выделенный в качестве минимальных пакетов обязательств SkyWay просто за регистрацию он также закончится так же как и собственно многие вещи ушли в прошлое это как и максимальный дискаунт который один к полуторам тысячам был в 2013 году один к тысяче в 2014 и буквально зимой прошлой зимой он точнее этой зимой он был очень короткий промежуток времени в виде акции один к тысяче но этого никогда не произойдет собственно так же закончилась продажа памятных монет и они имеют огромную ценность и когда-то так же закончится возможность финансирования в корневую технологию останется возможность финансирования только в адресные проекты и все поймут что как когда-то появились первые фабрики заводы мануфактуры как когда-то появились первые паровозы далее электричество телеграф двигатель внутреннего сгорания нефтеиндустрия нефтедоллар радио интернет первая цифровая пакетная передача данных первые компьютеры первые социальные сети операционные системы гиганты как Microsoft как Google которые имеют серьезную капитализацию и сейчас уже плавный переход на максимально мобильные эффективные информационные транспортные я бы сказал мессенджеры именно почему транспортные потому что фактически мы уже не размещаем информацию как в социальных сетях то есть максимально кратко по существу по делу мы общаемся в Вайбере в WhatsApp и так далее и новейшим транспортным коммуникатором будет как раз таки технология Skyway это единое транспортное энергетическое коммуникационное социальное и даже финансовое я бы сказал имеют составляющие предпосылки структура инфраструктура сеть ближайшего будущего которая ознаменует собой зарождение и бурное развитие широкими шагами хождение по планете шестого уже технологического уклада и запуск технологии Skyway эпохи сети Transnet которая собственно зародилась еще при закладке нулевого километра при лебеде Александре Ивановиче и что будет далее мы с вами увидим но чтобы это все воплотилось нужно произвести я не говорю про демонстрацию потому что мы ее обязательно произведем но нужно инициировать множество адресных проектов чтобы сформировать ту ожидаемую всеми нами триллионную капитализацию компании чтобы у нас была возможность выплачивать не только дивиденды но и создавать ценность акций но и уже приступить к созданию серьезной транспортной индустрии уже ближнего космоса то есть общепланетарное транспортное средство и это уже будет являться дорогие друзья новым седьмым технологическим укладом и собственно никому повторюсь не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады поэтому сегодня все мы с вами строим скайвей спасаем планету и даем дорогу в мир транснету каждый из нас с вами и никто кроме нас благодарю за внимание дорогие друзья но кому интересно была эта информация искренне ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре буквально через 10 минут в этой же комнате можете пригласить кого-то ссылки остаются теми же самыми и ссылки каждую неделю остаются теми же самыми приглашайте на вводные технико-экономические вебинары новичков здесь мы максимально кратко доходчиво емко-лаконично Сергей Анатольевич каждую среду вещаем независимо от нашего местоположения в какой стране в каком городе мы выходим на связь чтобы дать интервью